Девушки отдыхают Девушки отдыхают Начнём с главного. В кои-то веки нам предлагают не восьмой сиквел про спецотряд американцев, а новый, даже захватывающий шутер. Хотя совершенно вторичный. В первые же минуты игры появляется ощущение, что авторы сшили сингулярити из кусочков самых популярных вселенных. Например, все события будут происходить на загадочном острове, который гуляет во времени. Ничего не напоминает? И вот уже готовится к высадке типичный Call of Duty, но, к счастью, уже на подлёте. Сценаристы убивают практически всех спецназовцев, кроме главного героя. Посему дальше игра больше смахивает на Биошок, скрещенный с Half-Life. Судите сами, злобные русские используют остров Каторга-12, чтобы добиться мирового господства СССР. Добрый учёный старается предотвратить катастрофу, а хрупкая девушка бегает за главным героем и разжёвывает ему все нюансы. Все эти герои задействованы в сюжете, который очень хочет казаться крайне интригующим. Представьте, что вы чудом попали в завтрашний день, и он жутко напоминает день вчерашний. Но для вас ведь он считается уже настоящим. Только в игре сутки считаются десятилетиями, а событием является не поход на работу, а захват всего мира советскими оккупантами. Советский Союз остаётся сверхдержавой, влияющей на мировую обстановку. Итак, Сингулярити изрядно смахивает на приключения Гордона Фримена и бедолаг из Биошока, как первого, так и второго. А также инженера из Dead Space, и в паре мест чуть проглядывается Gears of War. Ну вот в этом самом, например. А меж тем учёные ликуют. Связка проверенных временем штампов работает хотя бы до середины игры, пока мы послушно следим за сюжетом и забавляемся с волшебной перчаткой временным преобразователем. Первые минуты власти над временем просто замутняют ваш разум, ведь ещё полчаса назад не хватало патронов на школьного сторожа. Появляются первые головоломки, и вот уже кажется, что дальше будет Портал, только с большими пушками. Но нет, не будет. Вместо новых задачек нам подкидывают новые стволы, а взамен разнообразных уровней показывают другие эпохи. В результате с середины игры вы развлекаете себя лишь джедайскими приёмами, а также измывательством над врагами. Сингулярными. Наконец-то отечественная наука может нас чем-то порадовать. В нашу перчатку регулярно подгружаются новые фокусы. Каждой способности старались найти удачное применение. Например, советские учёные всего за три дня получили из зёрен урожай кукурузы. А герой может только останавливать время, убивать, швырять и накидывать всем встречным по сотне лет. А на десерт особая уличная магия — превращение солдата в тварь, которая сделает за вас всю грязную работу. За семь часов игры вы потратите столько энергии, сколько стране хватило бы на сотню лет. Может, поэтому сингулярити так подтормаживает. У Raven Software получилась противоречивая, но очень уютная игра. Здесь есть родные каждому русскому надписи на стенах. Например, «Никакое курение» или «Джозеф Сталин на памятнике» и «Сила на школьной крыше». Порой вы натыкаетесь на милых хэт-крабозаменителей и растения-ловушки. А если у вас хватит терпения пройти середину игры, вас ждёт совершенно безумный финал в духе остаться в живых. Ну что я говорил? Ничего интересного тут быть не может! Сингулярити получилось весёлым, но совершенно проходным и необязательным летним шутером. Посидев за ним, вы получите массу удовольствия, но гораздо веселее купаться, загорать и знакомиться с девушками на улицах. Редактор субтитров А.Семкин